В традициях нашего государства поддерживать людей, когда они по тем или иным обстоятельствам оказались в непростой жизненной ситуации. Сейчас, незадолго до Нового года, правительством уже утверждены изменения, касающиеся социальных пособий на 2020 год. Для того, чтобы подробнее познакомиться с тем, что изменится в этом плане в будущем году, мы побывали в Управлении социальной защиты населения Славянского района, начальник отдела назначения и выплаты социальных пособий, субсидий и компенсаций рассказала нам об изменениях. Если раньше на первого ребенка выплата предоставлялась только до полутора лет, с января 2020 года эта выплата продлена до исполнения ребенку трех лет. Это касается тех детей, которые родились с 1 января 2018 года. То есть необходимо будет мамам обратиться в Управление социальной защиты для продления данной выплаты, если их детям уже исполнилось полтора года. Многодетные семьи смогут получить не просто справки, а специальные удостоверения. Необходимо будет предоставить фотографии родителей для того, чтобы получить данное удостоверение, паспорта родителей, свидетельство о рождении детей и свидетельство о браке. На основании данных документов будут выдаваться удостоверения. Если раньше воспользоваться средствами материнского капитала за третьего и последующих детей можно было, если ребенку исполнилось три года, то с января можно и до трехлетнего возраста на приобретение жилья или погашение ипотечного кредита. И еще нужна информация для славянцев. 23 декабря Управление социальной защиты населения начинает выдачу талонов на 50% скидку для проезда в пригородном транспорте. И будем выдавать справочки для получения льготного проездного билета по городскому транспорту. Подводя итоги, можно сказать, что пособия и выплаты, назначаемые в определенных случаях и предназначенные для материальной поддержки граждан или членов их семей, сохраняются и изменяются в лучшую сторону. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События». Капитал.